Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Евгения Баженко. Наш сегодняшний гость – министр образования и науки Республики Владимир Егоров. Мы поговорим о международных интеллектуальных играх, которые пройдут в начале июля, и о деятельности Малой Академии Наук Республики. Здравствуйте, Владимир Андреевич! Добрый день! Первый вопрос. На днях ЮНЕСКО предоставило патронат международным интеллектуальным играм. Что это значит для Якутии и для самих игр? Да, действительно, буквально недавно мы получили в адрес главы нашей Республики Егора Афанасьевича Борисова письмо от нового генерального секретаря ЮНЕСКО Адрия Зули о том, что ЮНЕСКО предоставляет патронат нашим международным интеллектуальным играм. И поскольку ЮНЕСКО является одним из важнейших, престижнейших учреждений Организации Объединенных Наций, которые занимаются вопросами образования, науки и культуры, то предоставление патроната является показателем уровня нашего большого мероприятия и подчеркивает значимость усилий Республики в области образования. То есть это повышает статус, да? Да, конечно. И надо сказать, что кроме ЮНЕСКО, также мы имеем сейчас поддержку международной организации МИЛСЭТ по поддержке научного творчества молодежи. Также нас поддержало Агентство Стратегических Инициатив и Министерство Образования и Науки, и Российская Академия Наук. Ну и важно отметить, что почетным председателем программного комитета будет наш российский Нобелевский лауреат ЖРС Иванович Алферов. Какие цели преследуют игры, их проведение? Международные интеллектуальные игры, кроме того, что это будет таким большим, значимым, интересным событием для школьников всего мира, кроме этого, МИЛСЭТ является такой площадкой, на которой мы выстроим взаимодействие наших школьников, которые интересуются наукой. И мы надеемся, что это положит начало сотрудничеству республики в области образования с ведущими образователями системы мира. Какие страны подтвердили участие? Кого мы будем принимать? Каких гостей? Такая вот значительная, на самом деле, работа была проведена по привлечению наших иностранных участников. На данный момент у нас уже ряд стран и Европы, и Азии, и даже Южной Америки подтвердили участие. Достаточно отметить такие страны, как Гонконг, Сингапур, Мексика. Сейчас ведутся переговоры также и с Америкой, и с Канадой. Сейчас порядка 15 стран уже готовы приехать к нам на наши международные интеллектуальные игры. А российские регионы будут участвовать? Из российских регионов, конечно, к нам, они часто приезжают именно на нашу международную олимпиаду Туймада. И в этот раз уже многие регионы подтверждают свое участие, в том числе и город Москва, и другие регионы. Как проходит подготовка? Кто будет представлять Якутию? Мы довольно-таки тщательным образом готовимся к тому, чтобы наши ребята поучаствовали в международных интеллектуальных играх. И отбор у нас происходит достаточно серьезный по тем направлениям, которые у нас есть в международных интеллектуальных играх. Это и олимпиады по физике, химии, математике, информатике, это и 3D-моделирование, это робототехника, это и Тихо Катон. И, конечно же, научная конференция International Science Fair. И вот отбор, скажем, на конференцию происходил через движение «Шаг в будущее», которое у нас уже более 20 лет развивается. И вот те ребята, которые прошли отбор, причем делали доклады свои на английском языке, они уже сейчас поедут на престижные российские мероприятия, конкурсы, там будут участвовать. И, соответственно, далее мы будем производить отбор именно из этих ребят. А Малая Академия Наук Республики каким образом участвует в этих играх? Вы не случайно говорили, Малая Академия Наук у нас сейчас уже достаточно такой статус имеет высокий. И действительно в России ее хорошо знают, и не только в России, и в мире. И, конечно же, Малая Академия Наук является той организацией, которая ответственна за содержание игр. В организации участвует у нас вся республика, многие министерства, ведомства. А вот содержательную часть ведет именно Малая Академия Наук. И налаживает контакты с теми школами, которые к нам приедут. Ну и занимается подготовкой нашей команды. Академия была создана уже три года назад. Какой целью были ее создания? Ну вот Малая Академия Наук, она действительно создана в 2015 году по инициативе главы нашей республики Егора Афанасьевича Борисова. И она была создана на базе физико-математического форума «Ленский край». И действительно целью было такое вовлечение наших ребят в научное творчество, поддержка вот именно такого исследовательского направления в нашей республике. И базировалась вот в основном на физико-математическом движении, начало которым заложил еще наш народный учитель СССР Михаил Андреевич Алексеев. Но сейчас направления расширились, и образовательные программы Малой Академии Наук охватывают все направления образовательной деятельности. А вы вот как профильный министр, как оцениваете деятельность Академии? Ну я не только как профильный министр, но я как и бывший руководитель Малой Академии Наук, конечно, пристально слежу. И мы действительно занимаемся развитием Малой Академии Наук. Сейчас Малая Академия Наук становится еще и региональным отделением или региональным представителем такого фонда «Талант и успех», который непосредственно при поддержке президента страны Владимира Владимировича Путина занимается работой с одаренными детьми по всем направлениям по спорту, по культуре, искусству и науке. И вот Малая Академия Наук возглавит это направление у нас в республике. Точнее не то, чтобы возглавит, оно сейчас станет уже опираться на те методические разработки, которые у нас уже будут иметься во всей России. И кроме того, у нас в прошлом году указом главы нашей республики создается сеть «Илдархан», которая призвана наладить работу с одаренными детьми нашей республики, чтобы каждый ребенок из любой, пусть даже и небольшой школы, из самого отдаленного села мог получить развитие своих способностей. И вот Малая Академия Наук будет заниматься этой работой. А поподробнее можно, какие школы входят в эту сеть? Собственно говоря, как в эту сеть будут попадать? Да, значит, вот эта сеть, она на самом деле будет достаточно такой многоуровневой. То есть основной, такой самый верхний уровень, это будут те школы, которые будут лидирующими в своих направлениях науки, спорта, искусства и какой-то другой образовательной деятельности или направления. И при этом они будут создавать свои сети опорных школ. И вот эти опорные школы, которые должны быть в каждом Улусе, в каждом районе, в городском округе, должны работать уже со всеми образовательными организациями своего муниципалитета. И так, чтобы действительно каждый ребенок мог получить поддержку в том направлении, в котором он наиболее ярко себя проявил. А как происходит вовлечение школьников, которые живут в отдаленных районах, в маленьких поселках? На данный момент у нас действуют региональные отделения Малой Академии Наук, опять же, во всех районах. И вот эти региональные отделения как раз-таки призваны именно по научному направлению, по исследовательскому направлению вовлекать детей в эту деятельность. И здесь мы опираемся еще на то, что у нас уже более 20 лет действует система или движение «Шаг в будущее», которое охватило, можно сказать, всю республику. И вот мы опираемся на ту базу, которая была создана вот этим движением. Любой плодотворный труд, интеллектуальный труд, он плодотворен при наличии материальной базы. Она создана в Якутии? Вы совершенно верно говорите про то, что материальная база обязательно должна быть. Тем более, что сейчас науки развиваются таким образом, что обязательно необходимо оборудование такое достаточно современное. И поэтому у нас уже имеется и технопарк «Кванториум», который мы в прошлом году при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив создали в городе Якутске. И также у нас сейчас разработан уже проект, утвержден, и будет строиться новый учебно-лабораторный корпус Малой Академии Наук. В следующем году также у нас и Международная Арктическая Школа должна войти в строй. И сейчас готовится проект на смертную документацию такого тоже крупного проекта «Международный Центр Дети Арктики». То есть мы уделяем значительное внимание и созданию именно такой вот базы для творчества, для образования наших детей. Какие еще проекты у нас время постепенно заканчивается? Может, перечислить, которыми занимается Малая Академия? Ну, если перечислять, то, конечно, очень много, но я бы выделил одно из таких самых важных, может быть. Это работа с детьми такого более младшего возраста. Проект «Одаренный ребенок» охватывает у нас около 200 образовательных организаций нашей республики. И призван раскрывать способности и развивать одаренности по всем направлениям, которые могут быть у наших детей. Ну и последний вопрос. Насколько успешно якутские школьники участвуют в региональных, в российских форумах, олимпиадах? Ну, действительно, наши ребята уже на протяжении ряда лет показывают очень хорошие результаты на российском уровне. Достаточно сказать, что два года назад наши ребята завоевали большой научный кубок в форуме молодых исследователей «Шаг в будущее» в городе Москве. И при этом опередили, можно сказать, все регионы, которые там участвовали. Их было там, ну, большая часть регионов участвовала там, да. Вот. А сейчас у нас уже при поддержке фонда будущих поколений наши ребята ездят на международные конкурсы, да, и показывают блестящие результаты. Достаточно отметить, что, например, недавно проходила такая азиатско-тихокеанская конференция в Непале, где наши ребята заняли первые два места по физике, опередив сильнейшие команды, сильнейших ребят даже из Китая. Каких побед вы ждете от предстоящих международных игр? Ну, я думаю, главное в международных интеллектуальных играх не победа, да, а олимпийский принцип участия. И каждый, кто поучаствует в этих играх, получит и новых друзей, новые впечатления. И в дальнейшем, наверное, это даст большой толчок для развития и как личности, и, возможно, заинтересуется науками серьезно, да, и будет прославлять родную республику. Спасибо, Владимир Анатольевич. Напомню, у нас в гостях был министр образования науки Республики Саха-Якутия Владимир Егоров. Мы говорили о деятельности МАЛ Академии наук, поговорили о международных интеллектуальных играх, которые пройдут в июле этого года в нашей республике. Вы смотрели актуальный интервью. В студии был Евгений Баженко. Спасибо.